Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 октября, воскресенье, день отдания праздника воздвижения животворящего Креста Господня. За богослужением читается как воскресное евангельское зачало, так и особое чтение, посвященное Кресту. Именно этот евангельский отрывок от Марка с 8 главы 34 стиха по 9 главу 1 стиха предлагаю по традиции послушать в прочтении иродьякона отца Александра. Речи Господь Иже хочет по мне идти, да отвержится себе, и возмет крест свой, и по мне грядет. Иже маще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою меня ради Евангелия, той спасет ю. Игорь 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 Прежде чем начать рассуждать, предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Игорь 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 если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, «Есть некоторые и стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В этом евангельском отрывке, дорогие братья и сестры, каждое слово Спасителя является важным для понимания самой сути христианской жизни. «Кто хочет идти за мною, отвернись себя», говорит Господь людям, которые хотят следовать за Ним. Значение этого призыва будет понятнее, если воспринимать его буквально. Скажи себе «нет». Человек, желающий пойти за Христом, должен всегда говорить «нет» себе и «да» Богу. Он должен говорить «нет» своей естественной любви к удобствам и комфорту. Человек когда-то должен повторить вслед за апостолом Павлом, что теперь живет не Он, а Христос в Нем. Что Он теперь живет не для того, чтобы следовать Своим желаниям, а чтобы следовать воле Христовой и находить в этом абсолютную свободу. По словам Христа, следование Его воле заключается в нашем подражании Ему, внесении Своего Креста. Блаженный Августин, епископ Японский, в одном из своих посланий писал «Последуй скорее этому наставлению, мой драгоценный друг, возьми крест свой и следуй за Господом». «Когда я обратил внимание на то, что домашние заботы отвлекают от занятий божественным, то понял, что скорее крест Твой несет и направляет Тебя, нежели Ты несешь его». Господь откровенен и честен по отношению к Своим последователям. Спаситель обещает нам славу Своего Царства, а не легкий жизненный путь. И говоря нам, что мы должны быть готовы нести Свой Крест, Христос готовит нас к тому, что на нас будут смотреть, как на преступников. Яркий пример этому – начало XX века в России, когда было явлено множество славных имен тех, кто не отрекся от Церкви Христовой и до конца своих дней нес тяготу Своего Креста. Евангельский отрывок сегодня заканчивается словами Спасителя о вознаграждении верных Христу и воздаянии неверным. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Христианство всегда встречается с трудностями в этом сложном и враждебном мире. Человек, который при таких обстоятельствах стыдится проявлять себя христианином, боится показать, на чьей стороне он находится, не может надеяться занять место в грядущем Царстве Божьем. Блаженный Феофилакт замечает, «Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст, ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедовать распятого Богом Своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом Своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, и за которое некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским». Также Господь открывает одну небольшую тайну людям, которые слушали Его. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Это была потрясающая истина, что еще при жизни многих из присутствовавших там, вопреки всем ожиданиям, христианство явилось в силе, распространившись по всей Малой Азии, Антиохии, проникнув в Египет и через Средиземное море, достигло Рима и после охватило всю Грецию, а затем достигло и пределов нашей страны. Каждому из нас, дорогие братья и сестры, открывается это Царство Божие, пришедшее в силе, и не только во своей внешней красоте христианства, но и во множестве святых, составляющих полк божественный, являющих в своих житиях славу Божию. Не просто увидеть славу Божию, а стать ее сопричастником, призывает нас Господь. И это возможно только если мы отсечем все греховное, все то, что не соответствует Евангелию, возьмем свой крест и последуем за Христом. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...